царь милостив всего три года жизни нервов арестов и домашних и тюремных и вот вам шуба с царского плеча условный срок конечно в обычной жизни таких приговоров не бывает я готова поспорить что у судьи самом конце приговора было написано другое не то что она зачитала а что зачитала судья олеся менделеева что софья фельбаум бывший чиновник минкульта ни при чем уже хорошо но потом про всех остальных про серебряникова малобродского и тина похитили 129 миллионов рублей в составе группы изобличены экспертизой и показаниями свидетелей а кирилл серебряников цитата осуществлял руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений это она не про условный срок читала нет и у московской прокуратуре дураков тоже нет прокуратура накануне запросила шесть лет для серебряникова шесть лет колонии не просто так запросила они там хорошо нос по ветру держат и судья к тому и вела вот она читает жесткий обвинительный приговор потом уходит на перерыв перерыв затянулся потом снова читает 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 изобличены похитили скрыли поэтому оп всем условно штрафа не надо что-то случилось во время перерыва потому что приговор написан минимум под пять лет лагерей вы же видели при обувании на ходу в прыжке вот это оно ну и хорошо что кто-то позвонил и скомандовал отставить хорошо что общественная поддержка сыграла свою роль может быть главную хотя я бы не переоценивала хорошо что решили не портить народу настроение перед голосованием за обнуление дали нам немножко наркоза чтобы не так больно и посыл такой хороший вы видите суд разобрался нас так всегда делают нас просто так не сажают как ловко им удалось повторить через год дело ивана голунова что и говорить не дураки там сидят прекрасный пиар справедливых судебных процессов в россии но не надо путать хороший пиар и шубу царского плеча